Девушки отдыхают 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 Оно все было по-домашнему, такое какое-то, да, можно даже сказать, детское, детское телевидение, детская эстрада, ну, были и есть, остаются гранды, это Роза Рымбаева, да, Лебея Гнишев, то есть, Нагимая Скалиева, Махпал Жунусова, да, ну, это была, скажем, такая высшая ступень, и была молодая порсель, которая училась друг у друга, снимали клипы, вместе с режиссерами думали, как все это делать, были какие-то такие фишки, заморочки, особенно убрать в богачу. Богачевых никогда не забудут, да, если ты видишь, они в тренде были, да, лампочки в глазах, вот круг из лампочек, это значит, богачевы снимали, то есть, да, тогда, кстати, до сих пор вроде как, они, можно сказать, если даже они не в тренде, но, по крайней мере, они держат руку на пульсе, да, они такие у нас, братья стабильные, то есть, появляются некоторые режиссеры и уходят, канут в небытие, а вот в богачевы они такие, да. Там поехали. Да, Тимка Ашрапов был, Беркович, ну, Беркович, это, снять клип Берковича, это было, дело мечтаний. Тима Ашрапов, я знаю, что он жив, я даже вижу его фамилию в титрах порой. Тима Ашрапов передвигались, то есть, они же, вот, у них это большая любовь со Славой Матухиной. Они так и есть, они где-то есть, и вот как-то вот, вроде Алмата, нет, Алмата, конечно, она стала больше, она разрослась, она ввысь разрослась, может, поэтому мы стали реже встречаться, ну, или потому, потому что я перестала тусоваться, не хожу на всякие там светские тусовки и т.п. Вот живу в своей, ну, не скажу, раковине, ну, у меня, слава богу, есть семья, вот семья, дом, семья, дом, работа. А работа, это мой офис, да, мои проекты, ну, на данный момент, к сожалению, пока действующим остался только проект FM, он опять-таки претерпел изменения в своем составе 10 лет в этом году. Ну, да, это... Так, гелсбэнды так не живут долго или доживают, ну, я не знаю, у нас вроде все нормально, и мы так с надеждой смотрим в будущее. Единственное, что сбивает с ног, это, конечно, человеческая непорядочность. Ой, я уже устала, вот, работаешь, работаешь, делаешь, мечтаешь, трёшь планы. Там, может быть, этих бэндов стало сейчас, вот, ты же знаешь, да, вот, у меня на сайте, как бы, не соврать, что-то порядка 140 бэндов. Я уж не знаю, там, порядочность, непорядочность, но я вот всегда удивляюсь, да, то есть, вот, как рынок столько команд может, как бы... Он, на самом деле, не может обслуживать и кормить такое количество команд, потому что надо ещё российских исполнителей кормить, прикармливать и по-хорошему задавливать. Сейчас, кстати, вот, по-моему, россиян меньше. Да я бы не сказала. Тащут, да? Тащут, тащут, просто картинка изменилась в каком плане, если в 90-е годы, в начале 2000-х были востребованы, в основном, русскоязычные команды, да, то есть, были на плаву, гонорары были приличные. Скажем, казахская эстрада, казахоязычная эстрада, она была в более таком положении, скажем, неприглядном, то есть, ребята работали, записывали песни, но, как правило, клипов никто не снимал толком. И, соответственно, гонорары были около, там, 300 долларов, скажем, вот где-то в этих пределах, да, сейчас всё перевернулось, да, то есть, казахоязычная эстрада, казахская эстрада в тренде. Гонорары некоторых исполнителей зашкаливают за десятки тысяч долларов. Серьёзно? Прям десятки тысяч? Прям вот 15 тысяч долларов стоит один небезызвестный исполнитель, который наделал недавно шуму. Ну, Тасов. Насаи, Нараймбека, да. Нет, ну ты, в смысле, там вот... Да, ну я так. Нет, подожди, а я слышал, что... Ну, никто об этом, в смысле, все об этом знают, что 15 тысяч долларов его гонорар. У Нуртаса Карерата, вау. Нет, а он говорил вот на конференциях, что вот на концертах... Да, что они пошли на встречу организаторов. Нет, нет, что у них на концертах там что-то 5 там. То есть, подожди, если мы хотим... Это было исключение для Прайма. Нет, нет, подожди, если мы хотим получить Карерата Нуртаса на корпоратив, нужно заплатить 15 тысяч долларов. Это ещё надо влезть его плотный гастрольный график. Потому что, ну, помимо всего прочего, как бы... Пожелать удачи, молодец, что могу сказать. Да, я занимаюсь ещё и ивентами, организую там разного рода корпоративы, между собой частные, там свадьбы и так далее. И частенько у меня его спрашивают. Ну, один раз, наверное, мне удалось его, так сказать, пригласить на мероприятие, потому что нам удалось влиться в его график. Ну, а что у него 30 дней там есть, да? То есть, ну, по большому счёту, 30 раз там он может выступить. Ну, может, какие-то там... Нет, в Алматы, как правило, наши артисты, востребованные артисты, работают, скажем, по три мероприятия за субботу, да? То есть, самый хлебный день, это суббота. Пятница туда-сюда, воскресенье так себе. Ну, слушай, Бульвирка, давай поназываем чуть-чуть артистов, вот, которые ты считаешь, там, я понимаю, такая, я тебя сейчас немножко толкаю на такое должностное преступление, да? Потому что там кто-то обидится, кто-то не обидится, но мы сразу оговоримся, что мы же не готовились, да, там, вот к этому вопросу. Вот просто давай, вот хорошо там продаётся каратный утаз, да? А ты купишь, ещё и за 15 тысяч долларов, получается, ещё и не купишь. Хорошо, какие вот сейчас ещё... Стабильно продаётся группа Музарт. Музарт. Ну, ребята молодцы, на самом деле, даже гетерни отстают. Сейчас, благодаря своему хиту «Хозлой рык», востребован стал Ахлбек Жеменей, Мадина Садвакасова, вот, я думаю, что из женских исполнителей, скажем, то Мадина Садвакасова и Роза Рымбаева у нас на первых позициях. Нет, ну, Роза Рымбаева в смысле, да. Это, да, это классика уже, да. А Жазирабин, Жабулат, мне само очень нравится, как работает этот семейный дуэт. То есть, вот, благодаря вот этой перетрубации, благодаря тому, что мы занимаемся свадьбами и так далее, я очень хорошо знаю казахскую эстраду тоже, да? Нет, так, это вот... Да, начиная от Роза Рымбаева, заканчивая Затебеком, скажем, да, которого, может быть, вот, русскоязычный слушатель не знает, его наверняка не знаешь, да? Но Затебек – это просто звезда, наверное, на самом деле, такая вот закулисная звезда казахской эстрады. А что он делает? Он поет такие незатейливые песенки, тойские, скажем так, и прям вот народ же пищит от него. Если какая-нибудь машина с тобой на перекрестке поравняется с номерами, там, X, ну, сейчас, я не знаю, там, серия 0,5, там, и так далее, да, то оттуда обязательно может звучать какая-нибудь из его незатейливых, но очень популярных песенок. Ну, сколько стоит пригласить вот этого парня замечательного? Ну, до недавнего времени в Алма-Ате 1000 долларов. Нормально. Да. В общем-то, такой приличный гонораж. Да. И, ну, он тоже такой вот а-ля Каррерат Нуртас, такой народный. Да, только народный такой, да, он, ну, он более, может быть, он проще одевается, естественно, да, и клип у него совершенно простой. Ты, кстати, можешь в Ютубе посмотреть его. Какая, нет, ты меня прям заинтриговала. Как правильно, Жатыбек? Затыбек. Затыбек. Затыбек, привет, я тебя сейчас найду. Не, ну, просто прям интересно, понимаешь? Да, на самом деле. Это, не, видишь, я, у меня же, ну, вот, агентство, да, но мы, допустим, там, юбилеями, свадьбами, мы как-то, ну, я не знаю, не очень занимаемся, да, то есть, там, если сильно надо, конечно, мы можем, но это вот не наш, да, конек. Ты можешь нам звонить и говорить. Пожалуйста, я же не против, да, то есть. Мы, в основном, в корпоративном сегменте, когда мы двигаемся, мы там уже как-то там прописались, нам там хорошо, комфортно, и, честно сказать, вот менять пока не хочется. Хватает, да. Да нет, ну, с физиками немножко сложно работать, вот кому как... Ну, да, они более непредсказуемые, они более, скажем, недоверчивые. Да, да. То есть, нередко мы сталкиваемся с такой, ну, не то чтобы проблемой, просто, на самом деле, это заставляет тебя немножко нервничать, потому что ты трачешь свое время. Тебе говорят, хочу такого-то артиста, а еще такого-то, такого-то и такого-то, естественно, прежде чем сказать, да, он может, ты должен позвонить такому-то, такому-то и такому-то, позвонить, договориться по поводу, значит, даты, по поводу гонорара, условий вступления и так далее, да. Звонишь этому, так называемому, заказчику, он говорит, о, спасибо большое. Тут же ты узнаешь, что еще пять человек позвонили этому артисту по этой же дате. Ну, это у нас, ну, ты знаешь, я вот никогда так не звоню, то есть, я если, ну, что-то вот общаюсь, допустим, с заказчиком, да, я что, помню, я так скажу, ну, как бы на вскидку. Нет, а у нас же просят вот конкретно эта дата, и, пожалуйста, вот я знаю, там он стоит 4 тысячи долларов, а вот у меня три, можно за три? Нет, подождите, можно. Предоплату, ой, это вообще, знаешь, это вообще больной вопрос. Почему? Особенно, что, не в обиду моим казахским коллегам, да, потому что, допустим, если ты даже дашь предоплату, не буду называть имен, какому-либо исполнителю казахской эстрады я не буду называть имен. Да, казахстанской. Ты ему дал предоплату, я именно говорю казахская, потому что казахоязычная, да, то есть, как бы, да, чуть ли не стопроцентную оплату, допустим, договорился за 3 тысячи долларов. Да. Дата у тебя там, не знаю, 10 ноября, у тебя еще 2 месяца, допустим, да, в запасе. Тут, как бы, все нормально, тут остается неделя, ты делаешь контрольный звонок, типа, мы обговорили время со сценаристом мероприятия, вот ваш выход там 8 часов. Он говорит, это что такое? Я говорю, да вот свадьба, вот мы вам денежку привезли. А, да? Ой, знаете, я же уже у Скаменогорска сделал. В смысле? Мы же вам предоплату привезли. Да мне там 7 тысяч платят, я подумал, туда поеду. Это не редкость, и даже очень статусные исполнители в себе позволяют таким образом вот обходиться с заказчиками, ну, соответственно, с нами, потому что мы несем ответственность. Нет, ну, вообще-то, когда деньги берут, мне кажется, это уже совсем кошмар. Вот я тебе говорю, что тут законы не признаны для нашего жоу-бизнеса. И вообще, ну, какие законы? Мы подписываем контракты с девочками, да, приглашаем нотариуса. Девочки, прежде чем подписать контракт, забирают его с умным видом. Я посоветуюсь там со своим адвокатом, мамой, папой, братом, кем угодно. Дядя там у меня, грубо говоря, шарит в юреспонденции. И вот этот момент настает, подписываешь, пожимаешь друг другу руки, все, девочки, работаем. И что? Через какое-то время, буквально через полгодика, все, у девочки едет крыша, мне кажется, что она достойна большего, да. То ли где-то там ей кто-то денежку пообещал, кто-то там ей машину уже подогнал. И все, мы уже не нужны. Мы свою роль выполнили. Это была витрина. Не, ну, ты знаешь, я об этом тоже думал. В принципе, да, что вот мне сейчас мешает сделать там, допустим, какую-то свою команду, да. То есть у меня для этого там, ну, я не знаю, там все есть, да, там и опыт, инфраструктура, рычаги там работы с прессой. То есть, ну, я тот еще продюсер, да, я просто вот ни разу в жизни этим еще пока не занимался. Вот, но одна из этих причин, что я пока не очень понимаю, как правильно обойти вот этот вопрос, потому что, что ты будешь с этим договором, да. А никак, знаешь. По судам в смысле, ну, это смешно же, да. Тем более тебе артист говорит, а у меня ничего нету. Ну, я знаю, там я вам 100 тысяч долларов штрафных санкций там должен. А что вы с меня возьмете? У меня есть старенькая машина, он за 5 тысяч долларов. Ну, забей. И то я ее вам не отдам. Ну, да. На чем я ездить буду? В судебном порядке. И нам дешевле, на самом деле, этого человека отпустить в асфояси. Так, более того, они мало того, что, знаешь... Не, а подожди, ну, а в смысле, давай чуть-чуть проясним. Вот, раз мы сюда пошли, в эту сторону, нас там много сейчас молодежи смотрят. Вот ты вот уже, что греха таить, но действительно опытный продюсер, да, там много у тебя было проектов всевозможных, да. Вот, а хорошо, вот давай так, я молодой вот сейчас там парень, да, там молодая девушка, я вот прихожу к тебе, вот хочу стать звездой. Ну, ладно, ты мне говоришь, там, контракт, я готов там за любой кипиш, как всегда, кроме голодовки, они примерно так все и поначалу-то говорят. Но, допустим, вот делаем команду, да, команда, за выступление берем там 5 тысяч долларов. Ну, такой средний, да, там, вариант. А, вариант, ты мне тогда сколько платишь? Может, они бегут, что им бабок не дают? Просто вот. Не, я понимаю, что это какие-то коммерческие тайны, давай общие какие-то вещи. Я скажу тебе так, я имею дело с женскими коллективами, да. Как правило, девочек мы находим где-нибудь, скажем так, да, в соцсетях, по знакомым. То есть я устраивала не раз кастинги, ну, ничего толкового, да. Не приходит. Да, то есть приходят девочки, которые абсолютно не могут на себя посмотреть со стороны, ни с точки зрения их внешности, ни с точки зрения их вокальных способностей, да. Ну, конечно, были такие ситуации, когда были вокальные способности, но с внешностью там ничего нельзя было поделать, да. Были и такие моменты. Ну, то есть если ноги колесом, я их не выправлю. Если что-то с лицом, я еще могу это починить. Ну, вообще, тема, слушай, должна же хоть одна кривоногая быть. Нет, ну, кривоногих-то хватает на нашей эстраде уже? Да? Нет, я просто что-то не... Ну, мы не хотим, чтобы вот так вот икали пальцем, не слушали песню и говорили, боже мой. Правильно? А что это? Это аистопер? Вот это давай вот эту кривоногую возьмем, а она хоть поет по-человечески. А что эти все красивые надоели? Ну, в общем, нам приходится, как бы, да, потому что это женский коллектив. В первую очередь, чего ждут? Ждут красивые картинки раз, репертуара два, подачи этого всего три, да. Естественно, вокал, он нужен, но не в такой степени, как, скажем, сольному исполнителю. Ну, понятно. То есть в группе каждая девочка дополняет друг друга, есть сильный вокал, есть послабее, да, кто-то вообще может не петь, да, просто фронт создавать и так далее. Я вот еще помню на заре там своей этой деятельности, вот, был же хай-фай, да, вот группа, там, в смысле, один стриптизер, короче, одна девочка, вообще, она всю жизнь молчала, я вот сколько, два раза, ну, она ничего никогда не говорила, вот мы сидим, кушаем вместе, она молчит. Ксения, да? Да, я ее как-то там давал. Митя всегда, он тоже никогда не сидел за стол, он всегда удалялся в свою комнату. Митя, да, там, понятно, куда удалялся, да, то есть вот, ну, это ладно, вот, и вообще там, то есть, ну, Митя хоть пел, да, то есть у них же тоже там один пел, а этот вот прикольно танцевал, который бывший стриптизер, вот такой веселый, там, ну, я сейчас не вспомню, но прикольно. Вот, я забыла, да. Вот, такой он, понимаешь, а это тоже вот всю жизнь молчал. Смофей, да, 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 вот, то есть они вот такие... Смофей душа компании. Да, да, он такой, зажигалка, короче. Он, короче, они его пускали на абордаж, потому что заказчики обычно интересуются, а что это, это, а он за всех там, за троих, так зажигал, что заказчики перестали задавать вопросы, почему это вдруг Митя к нам не вышел и не сидит с нами. Ну, это ни для кого не секрет, в казахстанском шоу-бизнесе это принято, то есть если это какой-то заказник, какое-то закрытое выступление, ну, как правило, просят пройти за стол, выпить сагашками вместе, то есть это не считается зазорным, скажем так, да? Особенно, да, если женский, да, наверное, коллектив. Ну, особенно, когда женский коллектив, но, опять-таки, тут многое зависит от того, во-первых, что представляют из себя девочки сами, что у них вот тут, да, потому что мы, все эти потусторонние вещи, околоконцертные, да, которые к искусству не имеют никакого отношения, мы их пресекаем на корню, начиная с контракта, да, внушений, воспитания и так далее, да. Но если у девочки нет царя в голове, если она пришла в проект с единственной целью найти себе хорошего мужика, Ну, такие, наверное, устроить свою жизнь, да? Они, конечно, есть. И самое интересное, что когда девочка приходит, вся такая скромная, там, с первой Алматы, в жизни на каблуках не стояла, кроме джинс и кроссовок ничего не носила, и тут бац, и крышу же сносит, к ней подходит мужчина, который только что на Бентли подъехал, да, начинает ей, там, грубо говоря, лечить, ты такая красотка, там, хочешь это, хочешь что, крыша-то едет очень быстро, да, и они устраивают свою жизнь, я просто рада за них, что на самом деле никто из них под забором не валяется, да, потому что столько ты там в них вкладывал, да, делал из них людей, и было бы обидно, если бы кто-нибудь, кто-нибудь влачил жалкое существование, да. Ну ты нормально их, получается, научила. Нет, ну так же получается. Да, но если бы мы как-то, знаешь, если бы они об нас ноги не вытирали после этого, один вопрос, понимаешь, то есть мы не требуем делиться с нами там, да, не требуем быть долей, единственное, нам стыдно, да, когда это происходит вот какими-то непонятными такими путями, да, но ты не вытирай ноги, не говори о нас всякую лабуду за нашей спиной, да ладно, сейчас есть Инстаграм, сейчас есть Фейсбук и так далее, и они же вот эти ушатые грязи выливают, и не думают о том, что ты же перед Богом, извини меня сейчас, как бы ладно, мы тут за клевету никого не привлекаем, да, ни та страна, ни те устои, но я не знаю, как можно врать откровенно, знать, что ты врешь, и не бояться, что за это спросится когда-нибудь. Ну, по-моему. Ну, как бы ладно, это пускай будет... А я не обижаюсь, то есть, как только они называли, я недавно узнала, для меня, честно говоря, два дня в странстве была, да? Нет, гляжу, ты вот прям, слушай, кипиш вся, то есть... Ты знаешь, я вот купила книжку года четыре назад, как стать стервой. Я думала, что все мои проблемы в жизни, что я не стерва. Я ее так читала прям, думаю, блин, ну я же не такая, да, вот, а вот такой я не смогу быть, а так я тоже не смогу, а так я не приучена, а так не так воспитана. А тут оказывается, что меня все, ну не все, но большинство, скажем так, и музыкантов, и, скажем, простых людей, да, зрители, там, слушатели считают стервой. Ну, ты им показывай книжку, смотрите, я не под один пункт не попадаю. Да, я сказал, я стерва? Ох, блин, если бы я была стервой, я бы давно уже жила где-нибудь, не знаю, на Лазурном берегу. Не, ну это вот не факт, вот я тебе хочу сказать, ты же вот сама говоришь, да, что там сверху-то еще там ребята тоже это приглядывают, да, я имею в виду там на небе, да, которые, то есть поэтому, знаешь, никто не знает, была бы ты стервой, может, даже и здесь бы не была, понимаешь? Это очень сложно, то есть, потому что... Да, да, ну а как, это же никто не знает, как правильно, потому что особенно, видишь, с нашей работой, да, ты когда очень много раз, там, вот даже в месяц, да, там, ставишь там на карту, даже в том числе свое, там, финансовое благосостояние, потому что у тебя какое-нибудь там серьезное, да, там, мероприятие за 100 тысяч долларов ухнулось, и следующие полгода, да, там, год, ты просто будешь его отрабатывать, там, как-то долги возвращать, сколько же таких случаев было, фу-фу-фу, не дай бог, да, там, чтобы такое случалось, но тем не менее, то есть там же очень много внешних факторов, да, Я вот почему, допустим, я принципиально не хочу работать вот с москвичами, да, там, да, то есть, я всегда, когда мне говорят, купите, я привожу, есть ребята, которые вот только этим занимаются, вот которым нравится вот эту судьбу, извиняюсь, дрочить, да, то есть, не, ну, понимаешь, я им говорю, вот, вот люди, то есть, мы будем делать вот это, вот это, вы нам за это будете платить, да, если хотите, а вот эти люди будут нести ответственность, там, я не знаю, за 100 тысяч долларов и за прилет Аллы Борисовны, а что, ну, извините, да, там, если у нас тут какой-нибудь там, там, местный товарищ, да, там, кони, коры эти мочат, но, а там же сколько таких случаев, допустим, может там какой-нибудь в Москве теракт случиться, они перекрыли все аэропорты, она не вылетела, и что теперь делать, а там пафосная наша свадьба, да, там куча этих агатаев, да, и они тебе, ну, ты попробуй туда, то есть, ты там, я не знаю, что там надо делать, то есть, в этом случае, это пойти застрелиться лучше самому, чтобы не мучиться потом, понимаешь, ну, это же кошмар. Спеть свою лебединую песню из репертуара исполнителя, который не смог прилететь. Да, сказать вот это жиро, да, это вот, да, прям, если в случае с Аллой Борисовной, это жил-был художник один уже в прошедшее время, и, знаешь, такой домик сделал, и холсты, вот, но он с дуру купил. И он актрису убил, что любил отцветные, да. Да, да, вот, вот, понимаешь, вот, поэтому это же тоже работа-то такая необычная, да, вот многие, я вот смотрю, вот у нас на чесноке 160 ивент-агентств, это вот, прям вот кнопку, если нажать, агентство, там 160, я не знаю, там, какие из них живые, какие не живые, честно говоря, мы там не мониторим, нам какая разница, да, но я вот просто так себе посчитал, вот, это же интересные цифры, смотри, каждое агентство, ну, чтобы там с голоду не сдохнуть, ну, нужно пару мероприятий в месяц проводить. Вот средний чек железно, там, тысяч 10 долларов, вот, и наразвлекал его, да, какой-то, ну, вот, так же справедливо. Вот, получается, смотри, 20-ка баксов, это вот, грубо говоря, оборот, это самый такой, не очень большой, одного агентства. Теперь 160 заявленных агентств мы умножаем на 20 тысяч долларов, там, получается, 3 ляма баксов. Получается, что ежемесячный рынок Алматы, это же мы только про Алмату говорим, и области, да, минимум 3 миллиона долларов у нас вот на бешпармаке тратятся, вот, ну, может быть меньше, может быть больше. Тут это такая вот, не факт, что это там крутая статистика, но... Иногда она может быть больше, да. Не, ну, под Новый год, там, понятно, да. Не, я вот думаю, что еще же есть вот 160 томадов, которые тоже на чесноке. Томадей. Да, томадей, вот, которые не все же имеют там бренд, название, допустим, они работают вот как я, да, допустим, там, там, имя, фамилия, да. Тогда, получается, к этим 160 агентствам, ну, наверное, еще критично там, чек 100 этих томадов добавить. Ну, вот, вот и получается, что там 200 таких устойчивых, как бы, томадов. Деятелей. Да, деятелей культуры, да, там, и искусство нашего той с приставкой, как-то там умудряются существовать на этом рынке. Но рынок, вот, получается, достаточно большой. Это мы еще не считаем, как сказать, то, что тратят на жратву. А на жратву тратят столько же, грубо говоря, как не больше. Получается, где-то 6 миллионов долларов крутится в той индустрии. Это я вот сам себе так это насчитал, но, может быть, я ошибаюсь. Хотя, а что я ошибаюсь? Вот, посмотри, сколько банкетных залов. Вообще, знаешь, не пробьешься ведь. Вот как только заканчивается уроза, все даты до 1 декабря практически проданы. То есть, в нормальных банкетных залах. А какие ты можешь? Давай поназываем. Вот ты сейчас поназывала ребят вот из такой нормальной, кто хорошо продается. Да? А вот какие ты банкетные залы можешь вообще назвать? Нет, ну, конечно, вне конкуренции Royal Tulip, тем более, что сейчас открылся шикарный большой второй зал. Более, скажем так, удобный для банкетов и так далее. Риксос. Риксос. В Риксосе очень удобная система, что зал можно поделить на 3, и 3 банкета сразу обслуживать. Но не все, правда, соглашаются. Жена такая. Дом приемов на Фурманова. Фурман-Газы. Это как бы 3 гранда, да? Ну, и все остальные, они дальше там уже в довесок. Хорошо. А вот давай чуть-чуть поговорим о ведущих. Ты же тоже часто их приглашаешь на свои мероприятия. Кто сейчас вообще? Есть у нас троечка лидеров, скажем так. Ну, давай. Это Мухаммед Жанов, Ринат Сафаргулов и Андрей Малышев. Да. Далее там. Это мой личный рейтинг, скажем так. Эти по чем? Эти? Ну, в среднем цена 4 тысячи долларов. За четверочку. Это еще в зависимости. Я думаю, там и по дороге бывает. Ну, то есть, если диджей, если конкурсы добавляются, там, у них же конкурсы не такие, что поставил 5 стульчиков, и 6 человек вокруг них бегают, да? То есть, такие нормальные конкурсы с применением новейших средств всяких разных технических, да. Очень популярные танцы со звездами. То есть, цельная бригада профессиональных танцоров приезжает, за полторы тысячи создает праздник, да. То есть, он длится минут 15, но это на самом деле такое действие. Очень прикольное. То есть, там каких-то они берут этих? Они вызывают гостей из зала, ну, как бы помогают в этом ведущие и хозяева вечеринки для того, чтобы конкурс получился, да. И буквально в течение 15 минут они готовят сногсшибательные номера, что даже не закрадывается сомнением, что это не профессионалы. Их переодевают, да. То есть, они преображаются, перевоплощаются и взором являются, да. Это есть, да, у нас такие сутки? Это всегда так, да. То есть, сейчас вот, то есть, ну, не каждый может себе позволить, там, за полторы тысячи, да, скажем, такой конкурс, да. Но кто может позволить, тот нисколько об этом не жалеет. Потому что, на самом деле, это такая кульминация мероприятия. Слушай, а вот какие еще фишки такие интересные есть сейчас на рынке, ты же, вот, как бы... Театр Теней. Театр Теней, он есть. Зайчиков показывают. Ну, не зайчиков, там все намного сложнее. То есть, выходит человек, он превращается в стол, в колонну, в знамя, во что угодно. Интересно. То есть, это шоу настоящее, то есть, это спектакль. Это спектакль, да, отдельная история, да. Это вот, я, насколько знаю, как бы, франшизу наши взяли у киевлян, и киевляне помогали, ну, в частности, вот, Ренату Сафаргулову. То есть, у нас, на данный момент, насколько я знаю, два театра Теней, это вот Костя со студии Блокбастер и Рената Сафаргулова, театр Теней. Ну, супер. Хорошо. Да, потом, ну, и есть, скажем, фокусники разного рода, да. То есть, есть Мэгик Шоу Престиж, да. Мэгик Шоу Престиж. А, ну, это я что-то слышал, они, у меня на Чесноке, они, по-моему, рекламировались, тех, кто смотрел, да. Да, Ильдар, такой вот фокусник, маг, постоянно работает над совершенствованием своих номеров, тоже супер, да. С Бишкека сейчас часто привозим артистов, да, тоже. А в Киргизии появились, да, такие? А в Киргизии, ты знаешь, очень грамотные музыканты, фирмачи. Давай, давай, Чико. Очень много фирмачей, и некоторым нашим, прямо вот, артистам до них как доуны. А фирмачей ты что имеешь в виду? А фирмачей, это вот ребята, которые владеют своими голосами, то есть, у которых, пусть они не такие сильные, но они и так преподнесутся. Профессиональные такие очень, да? Да. Ну, слушай, классно, потому что... Ведущих привозим, КВНщиков привозим. Да? КВНщиков каких? Наших или там? Нет, ну, наш-то естественно, просто получается так, что наших-то немного нормальных, и все отягаются одной ветеринке на другую, и уже к третьей вечеринке такой гости весь репертуар уже знают. Ну, вот мы с этим, с Адамбаевым я делал тоже интервью, но Адамбаев, в смысле, я так понял, он вообще востребован тоже потяжелый. Адамбаев, да, он очень востребован. У них был какой-то период разлада, да, с Даутом, с Исламовым, но сейчас вроде они опять вместе, и это радует, потому что, ну, печально, когда вот такие вот равновеликие и талантливые люди не находят общего языка, но вроде все нормально. Ну, вот я слышал из последних новостей, там, по-моему, Альманский, да, с Муриком тоже разбежались, я вот... Ну, они работают как дуэт, проводят всякие там вечера разные, но опять-таки дуэт позволит себе не каждый может, да? А почему прям говорю, потому что, ну, вот мне Ромка говорил, то есть что-то у них там это... Совсем, да? Ну, не, ну сколько они давно... Ну, если чай вдвоем, чашку чая не поделили, разбежались, казалось бы, каждая из них по отдельности, мне кажется, ничего из себя не представляет, да, но тем не менее... Ты знаешь, не, эти-то оба самодостаточные там, потому что Альманский сам там по себе там зажигает. А, нет, Альманский, Мура, да, то есть они как бы давно уже двигаются параллельно, то есть вместе и разделены, но если уж они решили разделиться... Альманский, Мурик, он такой больше в творчество, да, там всякие кино, он же в программы, во все... Вот, Ромка, он тоже как бы этот, но Ромка, он, вот, я так понимаю, он в дуэте отвечал больше за вот эти все административные вопросы, в том числе, да? Нет, Ромка тоже очень творческий человек, да. Да. Очень творческий. Мы их, кстати, вот возили в Караганду, они очень хорошо провели мероприятие. Нет, просто вот, если мы уже начали слухом делиться, то надо делиться. Нет, на самом деле, да, с ведущими у нас всегда была какая-то напряженка, да? Альманский расстался с Муриком, скандалы и расследования. Ромка, привет, Мурик, привет. Нет, ну, это замечательно, то есть, что все равно, нет, ну, я думаю, они просто до какого-то там... Это каждый человек, он же растет в творчестве. Нет, у нас в шоу-бизнесе расставание, можно сказать, практически каждый день происходит, да? Да, и на личностном уровне там звезды расстаются, кто со своими звездными половинками, кто с половинками, которые у них, ну, как правило, в тени пребывали, да? Кто расстается своим продюсером или продюсером со своими подопечными, да? То есть, такого добра хватает. Просто то, что вот в шоу-бизнесе все на виду, и кажется, что у нас это чаще происходит. Ну, так же, как у обычных людей, да? Так же, как у инженеров, учителей и так далее, да? Ну, согласен. Это все имеет место быть, никто от этого не застрахован. Точно так же, как и изменяли, изменяют и будут изменять, да, но в шоу-бизнесе это все, опять-таки, на виду, а... Не тут согласен, абсолютно. Нет, тут... Тем более у нас нет такой, знаешь, скажем, огромной пропасти между звездой и, ну, обычным человеком, да? Во-первых, рынок не тот, город небольшой, магазины все ходят одни и те же, если на то пошло. Не, ну, извини меня, если мы уже выходим на гонорары по 10 тысяч долларов, потому что таких вот артистов в КЗ, я думаю, уже немало, да? Ну, как правило, да. С таким гонораром. Сарджи, Геттер, Нуртаса Домбаев. Да, то есть там таких вот товарищей, да, уже, и, ну, извини меня, там, 10 мероприятий, там, условно говоря, в месяц, да, это уже очень серьезные деньги, это 100 тысяч долларов, да, то есть ребята, как бы, имеют возможность зарабатывать, поэтому... Но они и вкладывают. Да. Соответственно, кто зарабатывает, тот и вкладывает. Кто-то из миллионеров и миллиардеров всемирно известных сказал, что все хотят быть миллионерами, миллиардерами, говорит, а вы готовы, говорит, не спать 25 часов в сутки, просыпаться, думать о работе, засыпать, думать о работе, жертвовать своей семьей, общением с друзьями, лежанием на диване с книжкой любимой. Если вы всем этим готовы пожертвовать, вы будете миллионером. Конечно, у всего есть цена. Потому что, на самом деле, наши обломовые, они так и будут лежать на диване, и те ведущие, которые работают за 500 баксов, они и будут работать за 500 баксов. Слушай, ты много на телевидении отработала, я знаю, мы вот вместе с тобой, помнишь, там, с микрофоном бегали, у нас был проект, еще тогда на Радио Сити, политика добрых дел, мы там, милиционерам гвоздички дарили, что-то как-нибудь. Да-да-да. Прикольно. Это, слушай, такое полезное было. Не, а помнишь? Меня потом все милиционеры узнавали, гаишники и оттускали. Ну, классно, в чем мы же ездили тогда с начальником спецпалка. Да-да. Мы же не просто так цветочки дарили. Здорово было. Ты хорошо замутил. Весело было, да. Я всегда тоже вспоминаю, кстати, вот никто, прошло, там, я не знаю, сколько лет, да, никто, ни один канал это почему-то вот не делает. Ну, давай про телевидение поговорим. Вообще, ты как видишь, потому что ты очень много там инсайдов, там, в свое время знала, сейчас знаешь, да, вообще, у нас что сейчас на телевидении происходит? Ай, на телевидении. Нет, ты знаешь, что-то начало сдвигаться с мертвой точки. То есть был какой-то период застоя, когда вообще телевизор не хотел исключать, если честно. То есть вот есть кабель на телевидении, как правило, оно было настроено, ну, тогда еще на ТНТ, потому что приходишь домой, тебе не хочется ни политики, ничего, ну, НТВ, естественно, и КТК. Вот из наших местных каналов мне всегда нравился и нравится КТК, потому что не успеваешь за всем следить, а вот включил там субботу телевизор и все узнал, разом посидел, короче, две ночи не спала после этого, и нормально, да, ну, то есть как бы вот так. Что касается музыкального телевидения, оно оставляет желать лучшего, да, не в обиду Хи-ТВ, но что-то с ним происходит, что-то очень нехорошее, потому что надо отдать должное в свое время Адиль Леяну, который я к птицу Феникс из пепла этот канал, скажем так, воссоздал, да. Ну вот он уже год, он как ушел. О, да, Адиль Леян ушел и ушло Хи-ТВ куда-то, я не могу понять куда, то есть я там не появлялась после его ухода, потому что мне непонятно, к кому идти. Ты идешь не к камерам, да, извиняюсь, да, и не с охранником здороваться, да, а ты идешь к конкретным людям, вот у тебя были там конкретные журналисты, там, Юля, был Адиль Леян, было много еще там знакомых операторов и так далее, а потом бац, и никого не стало. А куда идти, к кому идти? Стучаться и говорить, здравствуйте, я уже хотел узнать. Не, ну слушай, ну вот они тоже интересно же, они же получается вот тоже, да, куча людей там, я знаю еще Нурберген, да, Мохаммедов, да, он тоже был вынужден уйти, насколько я поняла, потому что человек, который стоял у истоков всего этого, да, но про того я слышал, он все время там что-то работает, он где-то там, там, нет, нет, Нурберген не потеряется, да, Адиль, нет, Адиль, я знаю, что он там в Лондоне что-то потусовал, там, кучился, сейчас, по-моему, в Киев собрался, причем так переезжать. У Адиля была неприятная история, честно говоря, вот когда меня очередная моя девочка, скажем так, кидает из моего проекта, я всегда себя успокаиваю, так как с Адилем Лияном, со мной никто не может поступить, потому что у меня нет родственников в проектах моих, да, они могут в качестве, ну, директоров проекта, администраторов и так далее, да, они мне помогают постоянно, да, то есть им здесь не хватает рабочих рук, но вот нет у меня в проектах тех, которые светятся на экране родственников. Слушай, так интересно, просто вот я сейчас столько нового всего узнаю, слушай, это такая включенная в это во все. Адилем Лияном кинули родные сестренки, двоюродные, это было вообще у вас. Нет, ты представь, я вообще вот этого ничего не знаю, то есть, ну... А я тебе все расскажу. Слушай, гульверку надо назвать, если надо узнать, это знаешь, как это... Ну, это не на уровне сплетен, это на уровне того, что меня задело. Я не говорю о том, что муссируется постоянно, в принципе, стараюсь не слушать, и в последнее время это особо и не слышу, потому что нигде я не бываю, да, растет пятилетний сын, все больше внимания требует, слава богу. Я вышла замуж, и... У меня был выбор, либо моя буйная такая жизнь, либо тихий семейный уют. То есть, я выбрала второй. Нет, ну сейчас же получается все равно как-то там... Нет, естественно, как бы жизнь, она не останавливается, то есть работа, она отнимает достаточно много времени, и проект FM, я же говорю, это одно только, извинив в этой цепи, Новый год впереди, это когда с нетерпением ждешь 1 января, чтобы проснуться, и понять, что ты все корпоративы отвел, ты жива, и ты можешь махнуть куда-нибудь на море наконец-то. Нет, ну классно, да. Нет, ну наша профессия, она же имеет свои прелести, мы устраиваем себе отдых, когда мы хотим, ну, когда ей позволяют возможности, естественно, да. Ну, да, согласен. С этим летом я три раза побывала в Эмиратах, такая довольная, то есть, как бы, да, кто летом в Эмираты ездит? Я говорю, я знаю, у меня осень вся забита, зима тоже, поэтому я летом наперед. Что туда не ехать, да. Ну, тем более, да. Это у всех такая там цикличность, да, я вот тоже приходится вот, ну, вообще, я вот, знаешь, касательно отдыха, как увидел, что надо вот по 10 дней вот в эти дырки как-то там умудряться ездить, потому что вот мы в среднем там три раза в год тоже куда-то обязательно ездим, потому что это вот нормальный отпуск, 30 дней получается, как у всех нормальных людей, потому что, ну, себя загонять, это же марафон, вот еще многие люди, мне кажется, не понимают. Может сойти с дистанции обязательно. Да, да, не понимают, что тут важно не чем ты начал и не что было в середине, да, там важно чем ты закончишь. Мне так себе это видеться. Всегда об этом думаю. Кто пойдет провожать последний путь, вот тогда ты поймешь, что за человеком был, собственно говоря. Ну, кстати. И вообще, что будут тебе говорить, будут ли смеяться на твоих похоронах или на самом деле будут очень грустить. Я всегда об этом думаю. Не знаю, дура, наверное, но думаю об этом. Да? Да. Потому что сейчас такой возраст, и ты чаще бываешь на похоронах, нежели на свадьбах, к сожалению. Ну, я не знаю почему. Тем более, артисты, такой народ, очень многих мы потеряли, очень многих, да. Сгорают. Да, они прям, они же сгорают, да, на самом деле. И сгорают от невнимания, для того же Муратна Сыровая, то есть никак не могу примириться с его, да, уходом. Потому что человек, на самом деле, талантливый. Таких еще поискать и поискать. Конечно. А у нас, кого любят, кого семь раз в день по телевизору показывают, того и любят. Перестали показывать, тут же забыли. То есть, не в ущерб настоящим поклонникам, да, своих, скажем, кумиров, да, а вот обыватели, да. Ну, они в этом не виноваты, эта система такая. Майкл Джексон, его же тоже уже почти забыли. Вот был Майкл Джексон. Сделали деньги на его похоронах, на его смерти, на его уходе, да, и так далее. И все? Ну, когда такой уже уровень, мне кажется, артиста, исполнителя, там, певца, это уже целая индустрия. То есть, там уже... То есть, порой смерть стоит дороже. Порой смерть стоит дороже. Взять ту же группу кино. Я всегда была поклонницей этой группы еще с студенческих лет, да. Но когда Виктора Цоя не стала, сколько людей заработали на его смерти? Альбомы же раскупали везде, везде. То есть, пиратски, не пиратски, неважно, да. Везде его песни звучали, которые никогда не звучали в таких местах, как, скажем, базар и так далее, да. Нормально. Все сказали, наверное, спасибо Виктору Цою. Потому что вот так вот их обогатил своим уходом. Вот это и ужасно, что смерть сейчас стоит дороже. Даже в буквальном смысле, да. Чего-то я в другую часть тип ударился, но организовать похороны пару стоит дороже, чем свадьбу. Ну, почему нет? Не, ну, тоже, что за свадьба еще бывает у нас. Давай о чем-нибудь веселом. Да, что ты меня скатилась вообще. Да, слушай, за шоу-пис говорили, за телек говорили. Давай поговорим вообще немножко вот о ивент-индустрии. Ты вот как себе думаешь вообще, что ее ждет? Ну, вот, например, я что вижу, да, что вольно-невольно вырастает профессиональный уровень. Кто там работает, да. То есть, вольно-невольно мы видим сейчас вот из хороших новостей вырастает уровень артистов. Прям вот хорошо вырастает. Появляются интересные проекты. То есть, вообще, все как-то так ширится и развивается. Вот давай чуть-чуть заглянем там, я не знаю, там, на пяток лет вперед, да, вообще. Что ждет вот наш шоу-бис, ту индустрию. Это-то не может не радовать на самом деле, что на самом деле, что бизнес не стоит на месте, да, как бы там ни было, как бы мы сами не критиковали, как бы нас не критиковали и так далее. Все равно находятся, скажем так, энтузиасты, не всегда, скажем, обладающие финансовыми возможностями, но у которых есть, главное, идеи, креатив, есть желание работать, несмотря ни на что и ни на кого. И я порой вот приезжаю на какой-нибудь банкет и говорю, вот здорово, ну надо же. И это дает постоянно какой-то рост, да, постоянный толчок, постоянный стимул. То есть, ты начинаешь уже в другом направлении мыслить. Я съездила как-то на выставку свадебную в Дубай, и у меня произошла перестройка в голове. То есть, мы привыкли, там цветочные композиции, а тут раз, оказывается, на все можно по-другому взглянуть, да. И вот каждый раз ты растешь, что-то новое для себя узнаешь. Ну и благодаря интернету, мне кажется, только ленивый может одно и то же творить там из года в год. Ну так оно и есть, да, вот эти вот малобюджетные, ну скажем так, да, то и так далее. Они этим отличаются, там же никто не заморачивается, да, то есть там, ну не знаю, высший полет – это сделать список красивый, там разместить на входе, да. На самом деле, со свадьбой можно столько всего придумать. И хорошо, что сейчас наши молодожены, как бы, да, они такие легкие на подъем, они готовы тоже экспериментировать. То есть раньше как-то считал, что свадьба – это святое, неприкосновенное, корпоратив, пожалуйста, мутите, что хотите, а вот свадьба здесь все должно быть вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, на самом деле, главное, чтобы родители уговорили себя, разрешили себя уговорить пойти на эксперименты. И не боялись того, что окружающие осудят, да, те же опашки, там, татешки, да, которые приходят на казанскую свадьбу и привыкли, что там… Ну, классика, да. Да, что нужно там открыть лицо, они вести, да, беташар там, шашу сделать, та-та-та-та, и все вот. И тосты. Вот с этим мы боремся, боремся, и пока ничего не можем сделать, да. Наши многокилометровые, многоминутные тосты, но тем не менее мы вот сейчас составляем сценарные планы, и ты знаешь, мы угадываем. Мы стали угадывать по времени, сколько может длиться тот или иной тост, в зависимости от того, кто будет говорить. То есть, если это дедушки, бабушки и так далее, тут минимум 20-30 минут мы оставляем на этот тост, даже заморачиваться нечего, понимаешь? И бесполезно, ты же у них микрофон из рук не вырвешь, на какие-то учтения не идем. И порядочные такие призы учреждаем за самый лаконичный тост и так далее, да? Слушай, я вот тут, я понимаю, о чем ты сейчас говоришь, но тут все-таки, да, вот и винтерам с этим сложнее, да, почему? Потому что, ну, им-то надо, чтобы там шоу МАЗГООН, да, тут добрый человек, да, там на 20 минут каратрика зарядил. Как и генеалоги не расскажут. С другой стороны, блин, я вот думаю, сейчас меня тоже много народу поддержат, вот тут какой-то действительно надо компромисс находить, да, этот дедушка, да, он может быть завтра, это там один из последних его больших публичных выступлений, понимаешь? Тут вот хочешь не хочешь. Нет, поэтому мы старших даже не трогаем в этом плане. С молодежью мы там нормально, по-нембратски договариваемся, чтобы как-то ребята... Да молодежь, мне кажется... Как бы цицеронов среди вас наверняка нет. Давайте просто определимся, кто скажет так, чтобы было красиво, понятно... Так, а молодежь, может, и не вся сейчас еще так готова говорить, вот как, допустим, старшее поколение. Ты попробуй, что-нибудь 20 минут еще нарассказывай. Это что же... Да, мало того, что они рассказывают, они же потом еще говорят, спою. И поют-то ведь как? Классно. Реально классно. Слушай, я иногда очень как завидую тем людям, вот, ну так, по-хорошему, да. Просто вот мне много коллег вот рассказывают, что там на свадьбах, да, вообще какие бывают, да. Ну вот мы, я говорю, мы туда как-то не лезем, но я не знаю. Это надо услышать, вот, потому что мне кажется, все-таки свадьба, это такой сакральный момент какой-то, знаешь, там же вот действительно два там, целых две судьбы объединяются. Два рода. Да, там два рода, да, там куча народу. Очень много интернациональных свадеб в последнее время. Да, серьезно. Очень много. Вот недавно мы проводили свадьбу, она казашка, а он литовец. Прикольно же. Они, причем они познакомились в Лондоне, в очереди в Макдональдс. Между ними возникла перепалка на английском языке, а потом уже они встречаются, значит, на свадьбе, на дне рождения общего друга какого-то, узнают, и оказывается, что они оба-то русскоговорящие, по идее. А там очень хорошо, на нормальном, чистом английском поругались, высказали друг другу, и вот поженились. Одну свадьбу я организовал, очень такая большая, серьезная свадьба была, что наша девушка вышла замуж за такого правильного еврея-американца, который там в 20-м поколении, в общем, еще там с Колумбом приплыли его туда родственники. И они тоже вот в Москве, там тоже вот как-то это, потом уже долго живут, и в конце концов приезжают сюда, привозят всех своих друзей со всего мира, притаскивают сюда в Алмату. И мы их тут двое суток укатывали, да, там и биташар, то есть мы их в казахском сделали, привезли раввина на Алматинском озере. Но она, поскольку все-таки русская, а он еврей, а наш раввин наотрез отказался вообще их венчать, потому что не положено по канонам еврейским, да. Но мы привезли московского, потому что... Любой там призал, а же деньги, да? Нет, московский венчать их тоже не стал, но он их благословил. То есть, понимаешь, он гибче оказался. Сделали по казахскому обычаю, там, потом по русскому, в общем, мы не знаю, там три, там, вот иностранцу. Мы уехали вот с такими глазами, потому что, ну, мы поменяли там только пять точек, там, по горам, по долам, по полям, там, ну, в общем, интересный был такой проект. Вот, вот, нет, вот такими свадьбами я бы занимался. Но просто вот классическую свадьбу, я не знаю, я пока не готов, вот часто их организовывать, я не готов. Какую-нибудь вот, я вот сколько делал свадьбы, все были безбашенные какие-то, все какие-то были необычные. Не факт, кстати, что они дешевые, потому что там правильно подруковать на свадьбе, это тоже очень, ну, как бы, недешево. Гульнирочка, я прям, слушай, еще раз радуюсь своей, вот этому своему хобби. Почему? Потому что благодаря ему я встречаюсь вообще с кучей людей, которые я бы вот в обычной жизни сел бы, вот, как говорится, и с удовольствием пообщался, поговорил. И, как бы, вот, где еще встретишься, там, с тобой, вот, или со мной, вот, как не на интервью. Да. Да, то есть у меня сейчас, знаешь, там столько всего вспомнилось, вот прям, я сейчас сижу на тебя смотрю и вот вспоминаю, как мы вот были два безбашенных каких-то там человечка. Я помню, как Аквапарк Фэмили открывался, а сейчас ты, ну, уже какой, весь нормальный в зелени. Да, там бегали с этим, да ты что, я рекламу Аквапарка Фэмили, я помню, я без воды снял рекламный ролик, то есть вот если внимательно, вот, люди, жалко... Азоня, помню свой первый визит к Чукрееву, свой самый первый, да, туда на заводку. Нет, там, понимаешь, прикольно, что этот, если хорошенько приглядеться, там нет-нет, пару раз пальмы, короче, мелькали. Ну, вот, и мы запустили рекламный ролик Аквапарка, ну, там, они тенями, то есть, ну, ну, а где брать воду? Да. Ролик-то надо заранее, а воду, вот, мне директор говорит, я тебе налью, вот, там, типа завтра, а ролик-то мне надо, там, за две недели запускать. Я говорю, да подложите, вон, Богачёвы снимали, я говорю, да подложите эмиратовскую какую-нибудь воду счастливых там детей. То есть никто не в них хорошо не вдумывался, что там арабы, на самом деле, плавали. И вот такие, ну, так вот, видишь, сколько уже там это, как это было, блин, давно, аж неудобно, да, то есть, но, как бы, хорошо, что все не стоят на месте, да, что вот динамично развиваются, и тебе я желаю всячески успех. Что с количеством морщин растет наш опыт. Ну, что ты, что ты с этим сделаешь? Слушай, а с другой стороны, нам особо лицом не работать, там, хоть эти девушки с микрофоном переживают. Мне кажется, знаешь, ну, я так, это, мужчина, так вообще, чуть лучше обезьяна. Да. Не, ну, ты-то вообще изменился с тех пор? Ты-то был гораздо постройнее. Ну, я был, да, молодой, да, я помню, с ипалетами, вот. Помню, помню. Ну, Сарю. Ну, так вот, видишь, что жизнь-то делает. Гульвирочка, давай, спасибо тебе, всяческих успехов. Мы вот с тобой незаметно уже наговорили часик. Часик, точно. Да, у нас вот на интервью все... Цельный час. Все всегда удивляются, что вы там целый час разговариваете. Вот когда он прошел? Ну, ты понимаешь? Они, вот вы сидите там час, там лясо сточете, слушай, ну, нам не с интересом. Я чувствую, мы с тобой так же скажем когда-нибудь, а когда вообще жизнь прошла? А так все и говорят. Вот она уже, все уже. Нет, так с нашей скоростью, понимаешь, там реально же год за два, да, там и бежишь, бежишь, бежишь. У меня, ну, ну, с другой стороны, я вот людям, всем рекомендую, да, ребят, кто хочет, ну, как сказать... Я не понимаю, как это правильно сказать, пожить, да, но вот кто хочет, чтобы весело было, динамично, да, там... Да нет, вкус жизни, знаешь, он там, я не знаю... Лежать на шезлу... Да он везде, да, да нет, и это вкус жизни, и где-нибудь в поле, да, там у агронома, у него... Его жизнь-то можно везде услышать. Но вот эта вот наша, да, там стезя, она непростая, она нелегкая, да, но с другой стороны, ну... Полезность приятная. По молодости, что не попробовать? Вот я всем говорю, вот молодым, особенно ребятам, да вы попробуйте, постарайтесь. Если это не ваше, вам там сверху быстро намекнут, что это не ваше. Чего вы переживаете? Но если ты не... Я вот с одним мужиком встречался недавно, он говорит, он всю жизнь там проработал где-то на заводе, он говорит, я же, говорит, мечтал быть драматическим артистом. Я ему говорю, дядька, ну вот что ты не попробовал? Да вот не знаю, что-то вот родственники, знаешь, там отговорили, то все. Шутки шутками, жизнь-то одна. И что ты вот потом, да, на пороге вечности будешь там материть этих родственников, которые тебя отговорили? Да, ну возьми ты попробуй, что там, господи, прости, что там случится-то? Ну, совсем не получится. Мне кажется, вот сейчас тем жизнь нехороша, что любой человек может себя в любой ипостаси попробовать. Потому что и будет хорошо стараться, да, вот раскрутить там команду, да, группу, ну вот по моим оценкам, да, там 150 тысяч долларов стоит, вот, не меньше, да. Это серьезные деньги, которые нужно вкладывать. Но с другой стороны, с другой стороны, если четко задаться этим вопросом, да, и прям, знаешь, там, вот как упереться и верить. И просчитать, хоть это и искусство, но тут тоже надо считать и просчитать. И верить, ну, понимаешь, вот он будет переть, да, то есть он будет хотеть, да, все у него получится. И вот на этой ноте, давайте, идите, как говорится, прийти, пробуйте. Не бойтесь препятствий. Вот, да, и все у вас получится. Не получается перепрыгнуть, обходить. Слева или справа. Гульвира, Гульвира, видишь, Гульвира уже мудрее, да, там не получается. Да. А я всю жизнь, знаешь, не получается перепрыгнуть. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Это не просто так придумали. Ну, это не про меня, я вот всю жизнь на гору, понимаешь, я не знаю, зачем я это делаю. С другой стороны, там веселее, никто же не знает, что там на горе. Вот, давайте, люди, удачи вам. Пис. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok